Работа ЦИК по референдуму базируется на двух законах – о всенародном голосовании и выборах депутатов в Народное собрание Республики Абхазия. Так, граждане без прописки принять участие в голосовании не смогут. Открепительные удостоверения также не предусмотрены. Во всяком случае, на данном этапе. Ведь еще недавно закон не рассматривал и присутствие наблюдателей во время всенародного голосования. Однако, на последнем заседании сессии парламента депутаты внесли изменения. Теперь каждая политическая партия или общественная организация может зарегистрировать в ЦИКе по три наблюдателя на каждый участок. Общественные организации и политические партии представят нам списки, и в каких округах и на каких участках хотели бы они наблюдать. Для нас, надо признать, этот вопрос очень важен, потому что общественные наблюдатели и вообще наблюдение за выборами, оно всегда дает возможность открытости проведения референдума. И думаю, что это пойдет во благо данное изменение. Рассказал Батал Табагуа и о том, что маркировка на референдуме будет применена. Это нелегкий процесс, но он состоится. Что касается международных наблюдателей, то ЦИК их появление приветствует. Однако, пока желающих приехать наблюдателями на референдум нет. Ну, международные наблюдатели, мне, честно говоря, тяжело сказать, потому что если они появятся, конечно, мы рады будем, нет проблем. Ну, пока, по крайней мере, как бы, понимаете, дело в том, что референдум назначен не ЦИКом, а референдум назначен президентом. И если, как бы, подобные наблюдатели международные появятся, естественно, они напишут на имя президента, а если их нужно будет зарегистрировать, то зарегистрированы, нет проблем. Мы всегда готовы и рады видеть любых наблюдателей, никаких проблем нет. ЦИКом подготовлены информационные плакаты. В них будет указана дата проведения референдума. Что касается общего количества избирателей, то со списками ведется активная работа. Ссылаться на данные президентских выборов 2014 года уже не актуально, рассказал Табагуа. Мы снимаем с базы данных только тех людей, которые получили справку о смерти. И мы получаем каждое месяц информацию с Министерства юстиции, на основании чего мы выводим из списка. На данном этапе, в связи с тем, что прошли местные выборы, мы им давали тоже базу данных, они подчистили. То есть, само проведение этого мероприятия дало возможность обновить базу данных. Члены участковых и окружных избирательных комиссий уже готовы к работе. Задействовано всего около 1700 человек по всей республике. В течение недели на каждом участке появятся плакаты с номерами округовых участков. В соответствии с календарным планом на сегодняшний день практически, понимаете, что большие перерывы между выборами и мероприятиями, поэтому некоторые члены окружных участковых комиссий у нас выбывают. Мы вынуждены были, иногда это связано с отъездом из страны, но, к сожалению, иногда связано с более трагичными событиями, со смертью и так далее. Мы вынуждены были по этим мероприятиям сменить несколько руководителей окружных комиссий и членов участковых комиссий. В бюллетене для референдума также подготавливаются центры с Беркомом. В соответствии с законом для всенародного голосования они должны быть готовы за 15 дней. Поэтому работа по ним уже начата. Скоро они будут розданы окружным комиссиям. Журналистов интересовала работа пресс-центра в рамках референдума. Председатель центра из Беркома рассказал, что функционировать он будет в самом здании ЦИК. Все будет вот здесь. Думаем, что это вполне достаточно. По крайней мере, самое главное для вас – это получение информации. В этом вы ни в чем не пострадаете. Вы будете получать информацию точно так же. Объемы пышности и масштаба будут меньше. А все остальное – все будет так, как было. То есть в день референдума мы вам будем давать информацию там, уже подготавливают наши специалисты. Наверняка это где-то мы начнем с 12 часов, приблизительно так мы планируем. Где-то в 12 часов мы вам скажем, мы будем давать вам информацию по поводу, ну, сколько избирателей будет проходить на участке. Соответственно, мы другого никогда ничего и не давали. Наряду с организационными вопросами председатель ЦИК высказался и по поводу референдума. Батал Табагуа отметил – текущий политический процесс нужно воспринимать спокойно. Он проходит в рамках закона, где каждый имеет право на свое мнение. Я считаю, что всем надо успокоиться и к этому относиться очень спокойно, без нервов, без всяких, на мой взгляд, я могу ошибаться, излишних ненужных комментариев. В законе все есть, все все понимают, что им надо делать и так далее. Все. Всем все известно, что есть за вопрос решения этого, кто-то против. Это дело каждого, вопросов никаких нет. Никто никому не запрещает ни агитировать за, ни агитировать против. Всего в день референдума голосование будет идти более чем на 160 участках, расположенных на 33 округах. Участки для голосования будут также открыты в Москве и Черкесске. Элеонора Гилаян, Торни Камичба, Абазатовы. Продолжение следует...